К другим темам Магнитогорске масштабно отметили 79-ю годовщину Великой Победы. Самым ярким событием стал грандиозный концерт с участием популярных артистов. Город Металурга стал участником финала Всероссийского фестиваля «Спасибо за победу». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Около монумента тыл фронту, знакового для Магнитогорска места, в этот вечер было многолюдно. Жители и гости города собрались, чтобы вместе почтить память тех, кто сражался за Родину, и увидеть выступления популярных артистов. Мы пришли на концерт, конечно же, с Днем Победы, это великий праздник. В нашей семье сейчас живых уже нет, конечно же, участников, но мы их помним, чтим всегда, поэтому все равно отмечаем этот праздник. Воевал мой дед Давыдов Георгий Афиногенович, прошел всю войну, в 1940 году вступил в ряды Красной Армии, и в 1946 году закончил, два года отучился после войны в Ленинградском военном училище, потом все-таки уехал в деревню, работал там учителем труда. В 1984 году он нас покинул. В числе почетных гостей – фронтовики, дети-участников Великой Отечественной войны, труженики тыла. Мероприятие открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Дорогие земляки-магнитогорцы, от всей души поздравляю с самым главным, с самым священным праздником – Днем Победы. Здесь, в легендарной магнитке, ковался меч Победы. И мы находимся здесь с вами рядом с этим грандиозным монументом тыл фронту, как подтверждение того, что мы – великий народ, мы – великая страна. Друзья мои, с праздником, с Днем Великой Победы! И магнитка стояла на рубеже и участвовала в трудовом фронте, за что наш город был с вами удостоен великого звания «Город трудовой доблести». С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья вам всем и удачи! Зрители ждала насыщенная концертная программа. Перед ними выступили Надежда Крыгина, Сергей Шакуров, Александра Воробьева, Родион Газманов, Хабиб, Егор Крит, Лариса Долина и другие артисты. Также участие приняли местные коллективы, в том числе сводный детский хор. В их исполнении прозвучали песни военных лет. Все действия зрители также могли увидеть на экранах, включая видеоролики с воспоминаниями и рассказами участников Великой Отечественной войны. Вся деревня вышла сразу, и сразу пошли собираться люди. В конец их плакали, все плакали, потому что родных провожали, провожали на битву. В завершении вечера солисты вышли на сцену, чтобы исполнить гимн Магнитогорска, композицию, которая знакома, пожалуй, каждому жителю легендарной магнитки. В финале прозвучала композиция «День Победы». У подножия монумента из множества зажженных свечей горожане выложили слово «Спасибо». Ольга Аникина, Аркадий Стариков, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ.